Вы на канале Айден и сегодня в эфире традиционный выпуск эксперимента по заработку с нуля на перепродаже автомобилей. Времена настали тяжелые, я осуждаю войну и любые военные действия, так что если вам некомфортно сейчас смотреть эксперименты по заработку, прошу на время отписаться от канала, кнопочка есть внизу, я вас прекрасно понимаю. Сегодня мы с Пашей пытаемся приблизиться к цели проекта Б... Лада Гранта от 2010 года выпуска до 1 июля. За комментарии можно получить 1000 рублей и я очень прошу вас поддержать выпуск лайками, давайте соберем более 10 тысяч, это реально помогает продвижению. И да, теперь на канале нет монетизации, так что кто хочет поддержать канал и получить бонусы, можно нажать на кнопку спонсировать, выбрав нужный тариф. Делать это совсем не обязательно, только в случае если вы хотите поддержать. А пока спасибо Сергею Богданову, Проектатору и Нинтендо Бою, вы мои первые спонсорские подписчики. А мы продолжаем мониторить рынок Авито и Автору, ведь в бюджете проекта уже 159 250 рублей. Начать осмотр мы решили прям с козырей. Тойота Карина на автомате за 140 тысяч рублей, да еще и от собственника впервые, кстати, такое происходит. Самое привлекательное в этом объявлении, конечно же, кузов. На фотках Карина выглядит прям сочно. Попробуем съездить посмотреть, может получится забрать тысяч за 130, потому что вариантов, что купить можно еще, на текущий момент нет абсолютно. Ну, кузов так, на четверочку. Продает парень, который ездит на ней уже с августа. Машина очень хороша по кузову, но не идеальна. Дальние поворотники, всякие не работают, провода с туманкой тоже нормально работают. Еще есть недоработки по электрике, не работают электростеклоподъемники и центральный замок. Но его нужно просто подключить, в комплекте есть все необходимые детали и провода. На данный момент она мне вышла 150. 145? Нет. 145-145. Давай прокатимся, садись за руль. 155 минут. 155 минут. Машинка-то хорошая. У нее не работают стеклоподъемники, надо исправлять. У нее ручка одна не открывается. Ну, вот мелочевки, козырьки надо установить. Короче, там мелочи просто до хрена. Ну, эти все мелочи, они... Она дизельная, она дизельная, она нифига не едет. То есть, там надо просто, ну, это тошниловка, короче, эта машина, вот, потошнить. Нажал, она вот не спеша поехала. Коробка пинает, когда в начале, ну, ты видел, и когда ей газ даешь, она тоже пинает. Он не хочет торговаться, и типа, я понимаю, что он не хочет торговаться, потому что на них высокий рынок. Как он говорит, мы, опять же, мы не знаем на нее рынок, потому что мы не можем посмотреть, ни по какой базе они прибиваются. Противотуманки не стоят. Противотуманки тоже... Это, короче, надо заниматься ей очень много. Вот это вот время, которое ты займешь, не факт, что оно окупится. Он хочет за нее 125. За сколько можно ей продать? За 150? За 140 точно. Подъем ее по штрафам и предложим 120. 125 не берем. Дай я стоят к штрафу, посмотрю на нее. Так, ну, 120 тысяч. 125 не дадим, 120 дадим. Сейчас перекидываем деньги, составляем докопашку. Масло с нее накопаем. Масло сыт. Ну, я говорю, это сколько есть из картера, потому что... Да вот она, вот, течет. Капает отсюда. Пока руки не пожали. Ну, это, короче, сальник распредвала, мне кажется. Вот здесь стоит звезда сальника. Я это не починю. Я поймал. Немного подождав, мы убедились, что масло больше не течет, а значит, можно покупать автомобиль. Ну, мы все обговорили, вот, нашли, нашли проблему. Я вот смотри, если ты нам не продашь, то все равно ее продашь, а мы поедем смотреть другую. То есть, как бы, мы здесь, ну, потеряли только вот время друг друга, но это, как бы, все взаимно. Мы сейчас ее можем забрать за, получается, 4 тысячи. Я сейчас кину 116. Если нет, ну, поедем искать другие машины. Ладно, х**, ну, давайте только 116. Сэкономим время тогда. Так, на карту могу перевести? ДКП надо писать. Карту и ДКПшку. ДКП можно просто вывести, расписаться. Да, я вам подпишу просто. Да, давай. Сейчас я в бланке, есть у меня. В общем, 116 тысяч за такой аппарат неплохие, на мой взгляд, деньги. И главное, у нас остается почти 43 тысячи рублей бюджета. Самая дорогая машина в нашем проекте – 116 тысяч рублей. Это вообще, ну, это очень дорого. И, конечно, здесь есть риск. По косякам машины у нее много чего не подключено по мелочевке. У нее противотуманки, они лежат в багажнике, надо подключить. Стеклоподъемники электрические, все четыре надо подключать. И всякие маленькие фишечки в салоне, козырьки надо установить. Что-то где-то фару поменять. Короче, много-много всякой мелочевки. И вот у нее еще капот поцарапали ночью сегодня. Она, видимо, плохо стояла, кто-то ключом провел. Короче, сейчас мы едем в нашу любимую парковку. Перекупскую стоянку, да. Перекупскую стоянку. И там будем пытаться предпродажную подготовку сделать, чтобы заработать какие-то деньги. Потому что, конечно, страшно. Больше сотки тратить – очень страшно. Но интересно. Погнали. Погнали. Пока мы отгоняли Тойоту на подземный паркинг, с нами связался владелец Мазды, которую мы обменивали на Ford Escort в одном из предыдущих выпусков. Если что, есть вот здесь в рекомендации, вспомните, посмотрите. Он просит выкупить эту машину, так как она стала приносить ему муки и страдания. Мазда тогда нам очень понравилась. Мы даже пожалели, что поменяли ее на Ford Escort, который просто был в еще более ужасном состоянии. Поэтому почему бы ее не выкупить снова? И сторговавшись до 38 тысяч рублей, договорились забрать ее завтра. И еще одна японская тачка в нашем кармане. Из минусов – там нет генератора, и покупаем ее мы, не глядя. Слушай, я тебе предлагаю, давай, может быть, с тобой просто пересечемся. Я тебе отдаю там под СТС-ку, ключи. А ты в любое время приезжаешь, забираешь, потому что она никуда не денется. Она не стоит на ходу, на номерах, документы все у тебя, ключи все у тебя. Автомобиль помытка, продажа пока не готов, потому что нужно еще противотуманки вставить, сделать, чтобы работали стеклоподъемники. И мы сейчас попробуем ноу-хау, мы ее с фотками пока не стемнело. Фоткать будем на фотоаппарат, то есть фотки будут плюс-минус профессиональные. До этого я на айфон фоткал так, ну, типа, кусочками. Сейчас попробуем, она выглядит, наверное, лучше, да, всех машин, которые у нас когда-либо шпыли. Она, правда, грязная была, пипец. На этом белом цвете так грязь прилипает, прямо ее видно. Сейчас помыли, более-менее стало покрасивше. Короче, фоткаем на фотик, потом загоняем в наш паркинг, там ей занимаемся, и как только все будет готово, будем выкладывать и смотреть, за сколько она уйдет. Выкладывать будем за 150 тысяч. С торгом. С торгом. Теперь приступаем к небольшим предпродажным доработкам, а именно разбираем карты дверей для установки туда электростеклоподъемников. Но все не так просто, как казалось. После манипуляции заработал только водительский стеклоподъемник, что с остальными непонятно, скорее всего, проблема в релешке, которую именно для Тойоты и Карины непонятно, где сейчас искать. Так что выкладываем в таком состоянии, подробно описывая лот. Устанавливаем цену, пусть будет 150 тысяч рублей и ждем клиентов. Ну и пока мы здесь возимся с этой Тойотой, на парковочке к нам подошел Миша, наш зритель, и сказал, что вот у него есть машина-четырочка, да? Да, четырочка. Он ее хочет нам продать. За сколько ты ее готов нам был продать? Ну, мне надо 50 тысяч. 50 тысяч. Мы говорим, что у нас нет денег, потому что мы купили Тойоту, плюс сейчас мы купили, как вы видели, Мазду обратно. Мы продолжили следующую историю, да? То есть если Мишу нужно 50 тысяч, мы попробуем сейчас эту четырку отфоткать, выложить на Авито и попробовать в течение какого-то времени продать, 50 тысяч отдать себе с этой сделки. Все, что свыше 50, мы как бы заберем себе в проект. Что по машине можешь сказать? По минусам самое главное. Капот не открывается, да? Да, капот не открывается. Поворотники работали, а человек только что приехал, и опять реле перегорел. Надо просто реле поменять. Реле, 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 да, идет шанс. Она есть у меня там. А, просто поставить реле, реле, шку, поворотников. Такие подвигатели нормально, ровно работают. Все есть, подвеска ничего не стучит, не гремит. Нет, нормально все. Знаете, на комиссию прикольный лайфхак брать, потому что если у вас, вы там начинающий перекуп, у вас нет денег, там находитесь людей, говорите, поставлю на комиссию, выкладываете и продаете по своим каким-то там связям, каналам и так далее. Все, Миш, мы фоткаем и выкладываем. Погнали. Фотографируем четырку и, доверившись пацанам, выкладываем ее за 70 тысяч. Сообщений и звонков по четырке было очень много, а вот Toyota абсолютно никого не интересовала. И то 130, ну что-то он пропал, слился человек. Но зато четырка нормальная. Есть звонки, есть уже желающие, есть человек, который скинул задаток. То есть он сейчас едет, скинул косарь, вот прям только что, пожалуйста, обратите внимание, тысяча рублей. Как бы скинул все видео, фото, и человек, скорее всего, ее сейчас заберет. Ребята, пока мы ждем покупателя, к сожалению, не на этот автомобиль, а на четырку, которая стоит у нас на комиссии, он уже едет, которая залоговая, но вы все помните, да? У меня к вам вопрос. Смотрите, это Фабия, да? Фабия, которая в конце проекта или в любой момент времени может быть продана по условиям проекта, чтобы получить BMW. Соответственно, я думаю, сейчас продать Фабию в таком состоянии, потому что пока не разбериха с таксистом, который должен денег за ремонт, то есть трясти с него деньги, но Фабию продать, да, там, за 310 тысяч рублей условных. И себе оставить пока вот этот автомобиль, поставить его на учет, сделать там все необходимое, подвеску обслужить. Ну, то есть просто на нее ездить. Плюс у меня есть опыт вождения машины с правым рулем, потому что я два года на Калдине ездил. Примерно точно такой же автомобиль, только в кузове универсала еще длиннее. Я вот думаю, стоит ли так делать, и смогу ли я на этом передвигаться так же, как передвигаюсь на Фабии, комфортно, нормально, и... Да, здесь зато еще на автомате. Но это дизель, это что-то новенькое. Короче, пишите в комментариях, в принципе, хочу услышать все мнения. Да, Доки, где у нее? Приехал Перекуп, который эти деньги и скинул, и приступил к осмотру. Масленка горит в потоке. Там масло было, когда ты смотрел? Да, было вроде. Было очень стыдно и неловко, когда, запустив автомобиль, он увидел горящий значок масленки. Это критическая ошибка, чтобы вообще продолжать движение. Ну и, конечно же, чек. То есть две самые главные лампочки горят на этой машине. А мы это просто не проверили, потому что пацаны сказали, что машина в идеале. Меня сюда поставили? Говорят, продавай. Я продаю. Да, сорян, тут лампочка получилась. Я, честно говоря, не заводил ее даже. Мне поставили, говорят, продай. Бывает. За 70, 65, 60, 55 и даже 50 тысяч, конечно, машину-то забирать не будет. И мы вернули залог, потому что, по сути, потратили время человека, а с пацанами решили не связываться и снять объявление с продажем. Плохой день. Ну, хороший, что купили машину неплохую достаточно. Две машины. Две машины, вторая еще в процессе узнает. Вторая стоит где-то на севере, даже не видели ее ни разу. Ну, мы ее видели до этого. Сейчас она вернулась к нам. Пацаны оказались, они думали, что это просто так горит лампочка. Типа, ну, вот такая лампочка. Естественно, когда приехал первый покупатель и завел машину, у нее горит масленка, он сказал, нет, эта машина стоит 30 тысяч максимально. И то у нее, ну, двигатель, нужно что-то с ним делать. Это хотя бы безопасно. То есть ставить на комиссию, хотя бы деньги не теряешь, да. Они уже сами будут... Даже если бы загорелась масленка в тот момент, когда у нас оказалась машина, мы ничего не потеряли с этого. Да. Вот это, конечно, плюс. Ну, а минус в том, что... Минус в том, что нужно нормально проверять машину, полностью на ней покататься и так далее, а не как, типа, по-братски можешь продать машину. Итак, следующий день. Сегодня я отправляюсь за Маздой на вот этой машине. Заводится она вообще с полтычка, никаких проблем с ней нету. Едет тоже ровно, руль никуда не кидает. Короче, аппарат классный, 150 тысяч стоит. На следующий день Паша поехал за Маздой, которая, напомню, почти не на ходу из-за сломанного генератора. Да вот здесь все. Жесть. Он перегреется, блин, мы даже не отъедем. Да, только где сам генератор? Был бы генератор на руках, самого генератора нету. Мы сейчас находимся на заправке. Дело в том, что хозяин снял с машины генератор, и без генератора не крутится помпа. Поэтому мы ищем трос. Трос мы не взяли, естественно. И приехали на заправку, а троса на заправке нету. Поэтому едем дальше. Мы уже где-то примерно в Карелии. Да, уже там за углом Архангельс. Короче, мы очень далеко в Карелии. Пытаемся найти трос, чтобы довезти эту машину. В общем, тачка доехала, мы на тросу привезли. А машина заводится и ездит. То есть вот сюда я ее поставил сам. Хозяин, тот человек, которому я ее отдал. То есть мы ее менялись на эскорт, как вы помните. Она была у него 24 дня. За 24 дня он ее полностью убил. То есть машина полностью мертвая. У машины не открывается капот. Слетел трос. Нет генератора. Полностью нет выхлопной трубы. Ее убили просто за 24 дня. Она была у него 24 дня. У меня она была просто в идеальном состоянии. Что нужно такое делать, чтобы машина просто у тебя сцепла. Как можно не любить машину, понимаете? Это просто свинское отношение к автомобилю. Покупаем генератор за 3000 рублей. Генератор на Мазду. Выкладываю Мазду из архива. Напоминаю, мы ее уже продавали. Так, ну не знаю, что там было снято, что не снято. Но, в общем, в двух словах объясняю ситуацию. Да, поменялись. Ну, вернули машину обратно. Выкупили ее за 38 тысяч. Конечно, столкнулись с обманом. Махнулись мы вслепую. Это ошибка. Капот не открывался. Сейчас сняли замок. Открылся. Генератор сейчас поставим. Мы будем продавать машину. Toyota тоже нифига не продается. Снизили ценник сейчас до 139. Есть какой-то шанс. Но вот сейчас мы в таком ступоре, потому что нужно еще покупать машины дальше. Нужно работать, продолжать. А все деньги, по сути, еще и генератор был куплен. То есть в проекте не осталось почти ничего. Так что задача номер один за этот выпуск и до конца этого выпуска продать самое главное. Ну и желательно что-то купить и продать еще то, чтобы заработать и, в принципе, уже успокоиться. Потому что ситуация, ребята, просто какая-то на грани. Я не знаю. Но ничего, неудачи, они обычно, знаете, чередуются черной плацей, а белая. Так что надеюсь, что все будет хорошо. В птички там летают чайки. Так что нормально. И новый генератор, как вы видите, работает. Осталось дождаться покупателя. Обмен Мазды на 11-й iPhone Pro Max не интересен. 35 тысяч тоже. Зато, кажется, появился клиент по Тойоте, готовый забрать ее за 130 тысяч. А вот вы во дворе, да? Она на улице, да, вот со стороны, там где пешеходный переход. Вот прям здесь на варейке я стою. Со стороны улицы. Так, ну вроде потенциальный покупатель есть сейчас на... Ну не потенциальный, просто желающий посмотреть как минимум. И на Мазду есть уже залог внесли. 3 тысячи рублей перекупы, у которых я покупал Peugeot. Да, 3 тысячи залог. Первый приехал парень за Кариной. Он берет автомобиль себе как первый и уж очень хочет японца. Вот она едет. Вот она, там позиция. Парню все понравилось и мы составили договор. Ведь покупатель намерен поставить машину на учет на себя. Пописав все документы, мы получили 130 тысяч рублей. И сразу приехал перекуп, который без лишних слов забрал Мазду за 40 тысяч. Теперь у нас есть 172 тысячи 250 рублей.